Хорошо, сегодня мы с вами разберем блок экономики и блок политики. Начнем мы с экономики. Итак, первое задание. Желание и возможность потребителя купить конкретный товар в конкретное время и в конкретном месте называется. Первый вариант ответа предложением. Второй вариант ответа потребительским расходом. Третий вариант ответа спросом. Четвертый вариант ответа стоимостью. У вас есть время подумать и дать свой ответ в чате. Итак, переходим к разбору задания. Первый вариант ответа предложение. Что же у нас называется предложение? Предложение в экономике это понятие, отражающее поведение товара производителя на рынке, его готовность произвести, то есть предложить какой-либо товар, количество товара за определенный период, при определенных условиях. В данном случае у нас ключевыми словами является потребитель, который хочет приобрести товар, то есть купить. Следовательно, вариант номер один нам не подходит. Потребительским расходом. Что же такое потребительский расход? Это совокупность на покупку товаров и оплату услуг. Следовательно, это нам тоже не подходит. Третий вариант спрос. Спрос. Спрос это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить строго по определенной цене в определенный промежуток времени. В данной ситуации у нас рассматривается, что потребитель, то есть покупатель, хочет, то есть желает приобрести товар. Следовательно, вариант номер три является верным. Чтобы убедиться, что мы сделали верный выбор, оборотимся к варианту номер четыре. Стоимость. Это основа количественных соотношений при добровольном обмене товара между собственниками. Следовательно, вариант номер четыре нам тоже не подходит. Если у вас вопросы по данному заданию, если есть, напишите есть, а затем напишите свой вопрос. Вопросов, как я вижу, нету. Переходим к следующему заданию. Также блок экономики. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. И определите, какое положение текста носит. А. Фактический характер. Б. Характер оценочных суждений. Попрошу вас писать цифру 1 и букву. Цифру и букву. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Перейдем к разбору. Итак, первое предложение. После шести часов переговоров представители транснациональной компании АГАЗ и БЭГАЗ подписали контракт на транзит и поставку природного газа в страну Б в 2006 году. Действие, то есть подписание контракта уже произошло. Это фактический характер. Следовательно, предложение 1. А. Второе предложение. Результат переговоров трудно назвать удачно. Ключевыми словами здесь являются слова трудно назвать, которые носят оценочный характер. Б. Третье предложение. Компания АГАЗ не удалось увеличить свою долю в совместном предприятии с 50 до 75%. Здесь также у нас идет факт, так как кампания АГАЗ не удалось в прошедшее время, действие завершено, то мы можем судить о том, что это факт, который уже произошел. Четвертое предложение. Правительство страны Б согласилось уступить из своей доли только 7% акций. Это также фактический характер. Если есть вопросы по данному заданию, я готова на них ответить. Вопросов нет, переходим далее. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества, что является примером стимулирования предпринимательской активности субъектов экономики. Первый вариант. Выплата пенсий и пособий различным категориям граждан. Второе. Проведение антиинфляционной политики. Третье. Выдача лицензий финансовым организациям. Четвертое. Создание открытых экономических зон. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Переходим к разбору. Итак, первый вариант ответа. Выплата пенсий и пособий различным категориям граждан. Это пример социальной деятельности государства. Вариант не подходит. Следующее. Проведение антиинфляционной политики косвенно способствует предпринимательской активности. Однако непосредственное стимулирование предпринимательской активности проявляется в создании открытых экономических зон. Второй вариант нам не подходит. Открытые экономические зоны. Это территории государства с особым юридическим статусом по отношению к остальным территориям, проявляющимся в создании льготных экономических условий снижения налогов, что привлекает инвесторов. Следовательно, третий вариант нам тоже не подходит. Остается у нас вариант номер 4. Четвертый вариант является верным. Если численность занятых в стране равна 29 миллионов человек, численность рабочей силы 30 миллионов человек, то уровень безработицы равен 10%, второй вариант 8%, третий вариант 5,5%, четвертый вариант 3,3%. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Перейдем непосредственно к разбору. Как вообще у нас высчитывается уровень безработицы? Существует формула. Как мне странно. Уровень безработицы. Будем его высчитывать таким образом. Равен количеству безработных, деленное на рабочую силу и умноженное на 100%. Таким образом, мы можем посчитать, что если численность в стране равна 29 миллионов, рабочей силы у нас 30, то нерабочей у нас получается 1 миллион. Это у нас безработных. 1 миллион безработных. Подставим формулу и решим простое математическое уравнение. Получается 1 миллион. Мы делим на 30. Это численность рабочей силы. Умножаем на 100%. Получаем 3,3%. Если вопросы у вас по этому заданию. Вопросов нет. Переходим к следующему. В стране А уголь перестал использоваться в энергетической отрасли. Закрылось большинство шахт. Шахтеры потеряли работу. Какого типа безработицы наблюдается в стране А? Первый вариант циклическая. Вторая структурная. Третий вариант фрикционная. Четвертый вариант сезонная. У вас есть время подумать. Я увидела ваш вариант ответов. Переходим к разбору. Давайте разберемся, что же такое циклическая, структурная, фрикционная и сезонная безработица. Это виды безработицы. Циклическая обусловлена определенной фазой экономического цикла, кризисом, спадом. Структурная безработица обусловлена изменением в структуре спроса на труд. Когда спрос на труд меняется между квалификацией и безработающими требованиями рабочих мест. Фрикционная. Это время добровольного поиска работников нового места работы, который устраивает его в большей степени, нежели прошлое рабочее место. И сезонная. Это связано с изменением спроса на рабочую силу в зависимости от времени года. Объясняет функционирование сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства. Просмотрев нашу ситуацию, мы можем сделать вывод, что ответ номер два является верным. Так как у нас уголь перестал использоваться в энергетической отрасли, структура поменялась, следовательный вариант номер два. Есть ли вопросы по данному заданию? К негативным последствиям безработицы относятся стремление работников к повышению своей квалификации, создание и деятельность государственных служб занятости. Третий вариант ответа. Утрата частью трудоспособного населения трудовых навыков и стимулов к труду. Четвертое. Расширение возможностей для женщин заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей. Я увидела ваши варианты ответов. Переходим к разбору. Итак, первый вариант ответа. Стремление работников к повышению своей квалификации. Это последствия относится только к положительному, так как обществу нужны квалификационные кадры. В данном задании этот вариант нам не подходит. Второе. Создание и деятельность государственных служб занятости. Службы занятости обеспечивают как раз таки поставку кадров и расширение кадров. К негативным не относятся, а положительные. Нам в данный момент не подходит. Третье. Утрата частью трудоспособного населения трудовых навыков и стимулов к труду. Конечно, если трудоспособное население будет терять свои навыки, стимул к труду, даже лень, то это негативные последствия безработицы. Так как человек, который долгое время не работает, не трудится, он теряет свои навыки. При выходе на работу ему будет сложно восстановиться, либо он не сможет этого сделать. Этот вариант нам подходит. Чтобы убедиться, что мы выбрали верный вариант, рассмотрим вариант номер 4. Расширение возможностей для женщин заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей. Этот вариант нам также не подходит, так как женщина исконно является хранительницей очага, и она занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет. Переходим далее. Далее. Человек, который болен бронхитом, оформил больничный лист, и в период его действия временно не работает. Относится он к категории... Какой категории, в общем, он относится? Первый вариант ответа. Безработных. Второй вариант ответа. Временно безработных. Третий. Не включаемых в общую численность рабочей силы. Четвертый вариант ответа. Занятых. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Переходим к разбору. Сегодня уже Игорь поднимал эту тему и говорил, что такое рабочая сила. Ну, я думаю, повторюсь. Рабочая сила – это общее число лиц, занятых и безработных, в возрасте от 16 до принятого возраста выхода на пенсию. Ну, конечно, не считая недеспособных. Итак, категория безработных. Это люди, к ним относятся люди, которые потеряли работу, состоящую на учете в центре занятости, но активно ее ищущие и готовные к ней приступить. Данный вариант ответа нам не подходит. Категории выбывших из состава рабочей силы относятся студенты, домохозяйки, пенсионеры, то есть пенсионеры, которые по возрасту. Вариант нам тоже не подходит временно. Так, нет. Так, дальше поедем тогда. Категория выбывших из состава рабочей силы – это у нас третий вариант. Он не подходит нам. И временно безработных. Квалификация безработных, временно безработных. Мы ее сужаем, и получается, что она нам тоже не подходит. К категории как раз-таки занятых относятся все люди, которые имеют работу, в том числе, которые заняты неполный день. И в эту группу входят работающие по нами, кто занят частным бизнесом, люди, находящиеся на государственной службе, ну, допустим, по какой-либо причине, отстранившиеся от работы. Следовательно, в данной ситуации вариант номер 4 подходит. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет? Переходим далее. Следующий блок – политика. Верны ли следующие суждения о государственной власти? Первое суждение – А. Государственная власть является разновидностью политической власти. Второе суждение – Б. Любое проявление властных отношений в обществе связано с деятельностью государства. И вариант ответов. Верны только А. Верны только Б. Третий вариант – верны оба суждения. Четвертый вариант – оба суждения неверны. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Переходим к разбору. Итак, первое наше суждение – государственная власть является разновидностью политической власти. Политическая власть – это способность одного человека или группы лиц контролировать поведение граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач. Конечно, следуя единому закону. В данном случае у нас это Конституция Российской Федерации. Следовательно, первое суждение – верно. Второе. Любое проявление властных отношений в обществе связано с деятельностью государства. Ключевыми здесь словами является это. Любое проявление именно властных отношений. Это суждение неверно, так как, допустим, в семейных отношениях, в неформальных группах проявление властных отношений не связано с деятельностью государства. Более того, оно может пересекаться с государством, но, к примеру, это дедовщина в армии. Государство может влиять на это. Но на семейные отношения государство не влияет. Следовательно, Б. У нас неверно. Вариант номер один. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет. Переходим далее. Верны ли следующие суждения о полномочиях президента Российской Федерации? Первое суждение – президент Российской Федерации является главой государства. Второе суждение – президент Российской Федерации единолично назначает председателя правительства Российской Федерации. Первый вариант – это верно только А. Второй вариант – это верно только Б. Третий – верны оба суждения. Четвертый – оба суждения неверны. У вас есть время подумать? Как-то мало у нас отвечающих. Давайте, ребят, подтягивайтесь. А мы переходим к разбору нашего задания. Итак, как раз-таки здесь у нас проявление знания Конституции Российской Федерации. Первое суждение – президент Российской Федерации является главой государства. Это безусловно так. Думаю, это оспаривать бессмысленно, так как это в Конституции прописано. И второе. Президент Российской Федерации единолично назначает председателя правительства Российской Федерации. Нет, это не так. Так как правительство назначает президентом Российской Федерации, но согласие Государственной Думы. А значит, не президентом единолично. Б. Неверно. Следовательно, вариант номер один является правильным. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет? Смотрим дальше. Найдите в приведенном списке функции государства, запишите цифры, под которыми они указаны. Первое – политическое, второе – правоохранительное, третье – социальное, четвертое – демократическое, пятое – этническое. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Переходим к разбору. Итак, первый вариант ответа – политическое. Политическое нам подходит, так как политическое связано с политикой государства в различных областях жизни общества. Плюсик. Второе – правоохранительное. Это, безусловно, функция государства, которая отвечает за обеспечение правопорядка и безопасности членов общества. Третий вариант – социальное, тоже функция государства, осуществление государством программы развития образования и здравоохранения, социального обеспечения и поддержки культуры. Демократическое. Такой функции, в принципе, не бывает. И перейдем к определению демократии. Демократия сама не функция государства, а политический режим. Вариант нам не подходит. Следовательно, правильный будет ответ. Один, два и три. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет? Следующее задание. Какой признак является общим для политической партии и для государства? Первый вариант ответа – суверенитет во внутренних и внешних вопросах. Второй вариант ответа – наличие органов управления. Третий вариант ответа – принятие законов общеобязательных для граждан. Четвертый вариант ответа – установление и взимание налогов. И ответов становится все меньше. Очень печально, конечно. Но, тем не менее, мы переходим к разбору нашего задания. Итак, какой признак является общим? Ключевое слово у нас является общим. То есть и для политической партии, и для государства. Первое. Суверенитет во внутренних и внешних вопросах. Суверенитет свойственен только государству. Так как он действует и существует. Партия как раз у нас действует в рамках государства и существует внутреннего. Первый вариант ответа нам не подходит. Второй. Наличие органов управления. Безусловно, как в политической партии у нас есть органы управления, так и в государстве они есть. Второй вариант ответа нам подходит. Рассмотрим последующий вариант ответа, чтобы убедиться, что мы сделали верный выбор. Принятие законов, общееобязательных для граждан. Этот вариант ответа относится к государству, ибо он наделен законодательскими полномочиями. Партия не обладает такими полномочиями, так как она не может издать закон и сразу же отправить его в исполнение. Привести его в исполнение. Вариант нам не подходит. Четвертое. Установление и взимание налогов. Относится, безусловно, к государству. Оно проводит политику перераспределения доходов, исполнительный вид власти, и партия таких полномочий у нас не имеет. Следовательно, вариант номер два является верным. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет. Следующее задание. Лозунг «Придать жизненно важные сферы образования и здравоохранения под полный контроль государства характерен для сторонников идеологии». Первое – консерватизма. Второе – социал-демократии. Третье – либерализма. Четвертое – коммунизма. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. К сожалению, никто из вас не ответил правильно. Переходим к разбору. Итак, давайте разберемся, что же такое у нас, какие у нас идеологии, что они вообще значат. Консерватизм. От французского это означает «сохраняю». Следовательно, идеологическая приверженность традициям, ценностям и порядкам, социальным и религиозным доктринам. В данном случае нам вариант не подходит. Социаль-демократия. Социаль-демократия – это социально-политическое движение и идейно-политическое течение, возникшее в рамках социализма, впоследствии трансформирующиеся на позиции постепенного совершенствования с целью утверждения социальной справедливости. В данном выражении, в данном лозунге мы не прослеживаем социально-демократической идеологии. Не подходит. Либерализм. Либерализм – это философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыбленность прав и индивидуальных свобод человека, выступивший за минимизацию вмешательства государства в жизнь граждан. В данном случае мы не видим личного мнения человека. Тоже неверно. Четвертое – коммунизм. Это от латинского означает «общий». В марксизме – это гипотетический общественный и экономический строй, основанный на полном равенстве общественной собственности на средства производства. Следовательно, передать жизни на важную сферу образования и здравоохранения под полный контроль государства – это коммунизм. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет. Переходим далее. И наше последнее задание на сегодня. Гарантом Конституции Российской Федерации выступает Первое – председатель Конституционного суда Российской Федерации. Второе – вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации. Третий вариант ответа – президент Российской Федерации. Четвертый вариант ответа – председатель правительства Российской Федерации. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. И, конечно же, все ответили правильно. Это вариант номер три. Это прописано в Конституции Российской Федерации, глава 4, который называется «Президент Российской Федерации», статья 80, пункт номер 2. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет. Большое спасибо за внимание. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на ЕГЭ-70, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И также вас очень-очень прошу, чтобы вы оставляли свои пожелания, какие темы вы хотели бы разбирать на следующей неделе, так как именно от ваших мнений, от ваших просьб формируется наше следующее задание. Вот группа и обсуждение, куда вы можете написать. Спасибо еще раз вам за внимание. Если вам понравилось наше занятие, нажмите кнопку «Мне нравится» справа на чатом. До встречи через неделю. До свидания.